Всем привет, я Леся Грузинская, вы на канале о новостройках. Мы делаем авторские обзоры на тему недвижимости Москвы и Подмосковья. Сегодня мы приехали на юго-запад, в самый семейный округ, чтобы сделать обзор на жилой комплекс Вэри Миклуха Маклая от группы компании Основа. Жилой комплекс бизнес-класса Вэри на Миклуха Маклая состоит из трех корпусов высотой в 19 этажей. Все они одновременно будут сданы во втором квартале 2025 года. Объект строится в Обручевском районе на юго-западе Москвы. От третьего транспортного кольца можно добраться по Ленинскому проспекту или по улице Профсоюзная. Расстояние примерно одинаковое, около 9 километров. Ближайшая станция метро на сегодняшний день — это Беляева, до нее полтора километра. Но есть хорошие новости. К моменту заселения корпусов Вэри у жителей появится станция метро в пешей доступности метров 200, наверное, будет до ближайшего входа. Будущая станция «Университет дружбы народов» находится ровно на другой стороне улицы Миклуха Маклая. И сейчас уже активно ведутся работы. Мы, получается, были в мае, видели, что-то копали. Сейчас, помимо того, что что-то копают, еще я вижу даже с некоторых ракурсов, видно будущие вестибюли станций. Здесь же появится перехватывающая парковка, то есть это будет не просто станция метро, это будет ТПУ. На сайтах правительства Москвы уже были опубликованы карты, на которых видно, что Академика Опарина продлят до Обручево, соответственно, та территория, где сейчас есть гаражный кооператив, где есть снегоплавильня. И вместо них потом в дальнейшем появится дорога. Сейчас официально я не нашла документов, соответственно, мы не можем ориентироваться на какие-то сроки, но как будто бы это максимально логично, и особо сомнений в этом каких-то не возникает, потому что станцию метро уже строят, и должно быть логически дальше развитие событий. Вэри – это зонтичный бренд от группы компании «Основа». Мы уже делали обзор на первый проект Вэри «Ботанический сад», а объект на Миклуха Маклая попадал к нам в подборку на старте продаж в мае этого года. На юго-западе застройщик решил построить три монолитных дома с объемными фасадами, панорамным остеклением и акцентными цветами у каждого. Так как рядом находится Институт геологии, для цветового вдохновения выбрали драгоценные минералы – изумруд, сапфир и цианид. На втором и девятнадцатом этажах в проекте будут квартиры с террасами. То, что сейчас меня окружает, конечно, совсем не передает того, что здесь будет после того, как закончат ремонт и отделочные работы во входных группах, но уже сейчас можно ощутить масштабы потолка и вообще пространство. Надо мной семь метров до ближайшего перекрытия, потому что высота потолков в лобби семь метров, а площадь минимальная, минимальная – 200 метров квадратных, максимальная – около 300 квадратных метров. У каждого дома свое лобби, и того будет три входные группы, и они по цветам будут продолжать вот эту концепцию – изумруд, сапфир, цианид, поэтому частично будут перекликаться цвета какие-то общие, цветовая гамма какая-то будет, но у каждого будут свои цветовые акценты. При этом по функционалу, конечно же, не будут по всем последним технологиям и тенденциям – это лопомойки, колясочные, консьерж, огромная зона с мягкой мебелью, гостевая, где можно встретить гостей, посидеть самим, провести время – 200 метров, 300 метров. Там можно будет, мне кажется, просто всеми соседними собираться, и после того, как вы сводили хоровод вокруг елки во дворе, еще устроить какие-нибудь совместные посиделки в этом прекрасном лобби, поэтому пока я говорю, показываются вам рендеры, чтобы вы так же, как и я, влюбились во все эти картинки. Цветовое сопровождение продолжается и на подземном паркинге, он общий для трех домов, но при этом будут цветовые зоны – изумрудная, сапфировая и цианидовая, чтобы вы понимали, под какой секцией вы припарковались, а въезд-выезд в подземный паркинг будет с дальней стороны, с северной стороны корпусов, то есть вам нужно будет с Миклуха Маклая заехать, через гостевой паркинг проехать, и там вы найдете уже въезд в свой паркинг. Что продается в проекте? Какие в основном планировки? На что делали акценты? На самом деле делали акценты именно на семейном формате проживания, соответственно, очень большой объем планировочных решений – это двух-трехкомнатные квартиры. Если более детально рассматривать квартирографию проекта, объем студий совсем небольшой, то есть их не больше, чем одна студия на площадке, и выше 15 этажа они, в принципе, заканчиваются. Это, опять же, к уклону на том, что мы позиционируем данный комплекс больше семейного типа. В целом, по планировкам можно рассмотреть вот однокомнатных квартир общей площадью порядка 31 квадратного метра, и действительно в эти 31 квадратный метр вписана не студия, а изолированная комната, ну и, собственно говоря, кухня порядка 10 квадратных метров. По двухкомнатным, безусловно, помимо евроформатов, крайней популярностью пользуются квартиры порядка 55-57 метров. Они расположены в угловой части секции, то есть они, получается, имеют обзор на две стороны дома. И тоже важный момент – порядка 60 квартир в комплексе имеют балкон либо лоджию, что в последнее время крайне редко можно встретить в домах бизнес-класса. У них какое остекление на лоджиях и балконах? Абсолютно все остекление в комплексе является панорамным от пола до потолка, и также есть большое количество планировок, где присутствует угловое панорамное остекление без дополнительных несущих конструкций. То есть просто угол стеклянный прям будет? Абсолютно верно. Ой, это вообще классно, наверное. Трехкомнатная квартира тоже довольно-таки большой ассортимент. У нас три разных башни, и в каждой башне можно наблюдать разные планировки. То есть, по большому счету, в зависимости от того, какие вкусы у покупателя, хочет он больше кухню, больше комнату, либо хочет вид во двор, вид на лес, мы подберем абсолютно любой вариант в рамках этих корпусов. Безусловно, одной из самых больших популярностей пользуются планировки, которые имеют несколько окон в рамках одной комнаты, и опять же, включая вот это угловое остекление без несущей конструкции в углу. На девятнадцатом этаже у нас располагаются шикарные пентхаусы с высотой потолков 5,5 метров, и у некоторых из них террасы достигают практически 60 метров площадь. Только террасы 60 метров? Только террасы. А площади пентов самих только крупные? Нет, они бьются на небольшие, то есть от 70 квадратных метров до 121 метра. То есть даже есть пентхаус, терраса 70 метров к этому? Все верно. Класс, это очень здорово. Мы сейчас поднялись на тринадцатый этаж, чтобы оценить виды. И, конечно, мой фаворит, я думаю, что фаворит большинства покупателей квартир в Эре Миклуха Маклая, это вид на прекрасный юго-западный лесопарк. Летом это было зеленое море, сейчас мы застали краски осени. Безумно красивые виды. Ну и вообще, я думаю, что во все стороны, начиная примерно как раз с 10-13, панорама будет отличная, а света в квартирах будет везде много, потому что, напоминаю, это будут панорамные окна. Вы видите, что сейчас наружных стен вокруг меня нет. В принципе, и не будет, потому что все это будет панорамным остеклением. И еще один интересный показатель, про который я прям несколько раз переспросила, вы точно уверены? Это высота потолка. Я напоминаю, что на первом этаже были 7-метровые потолки в лобби, пентхауса на верхних этажах 5,5, но вот все остальные классические квартиры с потолками 3,40. 3,40. Даже я спросила у застройщика, почему бы вы просто не взяли, не построили пару лишних этажей, продали бы больше квартир. Но здесь задача не продать больше квартир, а продать квартиры с качественной жизнью. Помимо того, что здесь позаботились о высоте потолка, здесь даже застройщик проводит форсуночную систему увлажнения воздуха. В каждой квартире будет подведена система, и вы при покупке говорите, да, хочу завести ее в свою квартиру, доплачиваете какую-то определенную сумму, и в вашу квартиру проводят... Вот есть принудительная вентиляция, такое мы уже слышали, да, в башнях такое часто делают, а здесь будет увлажнение воздуха. Не нужно мучиться, не нужно ставить какие-то увлажнители, которые на самом деле не справляются даже с однокомнатной квартирой. Это будет уже стационарно во всей вашей квартире. У вас какая-то необычная схема продаж на Вере Миклуха Маклая? В чем она заключается, ну и почему она такая здесь выбрана? Да, действительно, схема отличается от многих жилых комплексов Москвы, но при всем при этом это не единичный случай, действительно на рынке такая форма реализации присутствует. Что касательно конкретно нашего жилого комплекса, происхождение данной формы реализации следующее. То есть мы строимся на земельном участке, который принадлежит институту. Соответственно, университет является застройщиком документально, ну и, собственно говоря, разрешение на строительство получено на него. Так как это госучреждения, они не имеют права привлечения денежных средств от физических лиц. И именно по этой причине был составлен трехсторонний инвестиционный контракт. В контракте три стороны. Первой из которых является институт, в котором является застройщик. Вторая сторона – это непосредственно мы, которые выступаем здесь в роли генерального инвестора, генерального подрядчика. В общем, все, что связано с финансированием, все, что связано со строительством – это полностью на нашей стороне. И третья сторона – это правительство Москвы, кто выступает регулятором всего процесса реализации строительства. Таким образом, по Гражданскому кодексу, так как мы являемся генеральным инвестором этого проекта, мы имеем право привлечения соинвестиций, то есть соинвесторов. И именно по этой причине для того, чтобы купить квартиру в этом прекрасном проекте, нашим покупателям приходится открывать ИП. И когда речь приходит непосредственно к реализации, мы тоже открываем это самостоятельно. У нас есть партнерская программа со Сбербанком. Это очень удобно для клиента. Мы полностью формируем заявку, полностью заполняем все документы. Клиент не тратит время на посещение налоговых, он не платит абсолютно никаких госпошлин. Это от Сбербанка бесплатная опция. И единственное, что ему нужно будет, это после того, как мы направили заявку, посетить любое отделение Сбербанка, подтвердить личность с паспортом, после чего заявка уходит в налоговую на регистрацию ИП. А после покупки, после заключения договора, возможно ликвидировать это ИП? ИП возможно будет ликвидировать только в моменте, когда мы завершаем строительство. Одним из важных параметров и самых частых вопросов от наших покупателей, что же с деньгами? Денежные средства мы не получаем на руки. Все денежные средства за оплату квартиры хранятся на аккредитиве в том же самом Сбербанке. То есть мы окрываем действительно долгий, на два года аккредитив. И основанием получения денежных средств с этого аккредитива является предоставление нами в банк зарегистрированного свидетельства о праве собственности на нашего покупателя. Парадоксально звучит, в этом плане мы даже несколько надежнее эскроу, потому что эскроу раскрывает застройщик в моменте ввода дома в эксплуатацию. У нас же обязательство предоставить именно свидетельство о праве собственности. То есть это говорит о том, что мы замотивированы не только быстро построить, ввести дом в эксплуатацию, мы замотивированы и быстро выдать свидетельство о собственности. Именно собственность. Своей собственность, да. Ну, а есть какие-то сложности, ну, помимо того, что мне нужно заключить ЭП, именно в формате договора, так, ну, я пытаюсь понять, обычно я пришла, заключила договор, вот вы застройщик, я покупатель, если что, образно я иду к вам за какими-то вопросами, там, трясти, что, почему. А здесь еще есть государство, здесь еще есть институт. Они, вот, ну, не могут ли они условно, да, какие-то свои права потребовать, да, или как-то повлиять на наш процесс? Нет, абсолютно нет, потому что, по большому счету, все ваше взаимодействие ведется непосредственно с нами. Мы являемся стороной этого инвестконтракта, и, по большому счету, правительство здесь, напомню, как регулятор, институт, по сути, де юра, просто является застройщиком. Всю работу полностью от строительства до реализации проводим мы. Если у меня оформлено ИП, неважно, действительно, занимаюсь я какой-то деятельностью или нет, я обязана платить 45 тысяч рублей налога государству. При этом, ну, я так понимаю, что многие, ты говоришь, не имели до этого ИП, значит, возможно, они, ну, условно, мне и не надо было бы, если бы не покупка этой квартиры. Но я обязана буду все равно платить эти деньги? Да, безусловно, все верно. Это даже не совсем налоговая база, это, ну, некие тарифы государственные, то есть это оплата, там, страховых взносов, пенсионных взносов. Это обязательные расходы в любом случае для любого человека, который в целом хочет открыть ИП. Безусловно, когда мы считаем математику для наших покупателей, мы их предупреждаем, что в дополнительные расходы нужно будет заложить содержание ИП, порядка 45 тысяч в год, и открытие аккредитива, это 2 тысячи рублей. Два года примерно, да, нужно будет оплачивать до момента получения собственности? Все верно. После чего ИП можно будет ликвидировать, ну, или, как некоторые наши покупатели, просто действительно продолжат вести какой-то бизнес. А уже есть такие, кто придумал, чем заниматься? Не зря открыли ИП, да? Прикольно. А ипотека при такой формате покупки существует? В счет того, что реализация ведется в рамках неких инвестиционных взаимодействий, и оформление происходит на юридических лиц, ипотека на проекте отсутствует. Ипотека появится только в тот момент, когда мы введем в эксплуатацию и, по сути, будем продавать этот комплекс как вторичную недвижимость. В данный момент доступны программы рассрочек с предначальным взносом от 30%. До момента получения собственности, да? До момента ввода дома в эксплуатацию. Мы ориентируемся, что на второй квартал 25-го года будем вводиться. В третьем квартале начнем выдавать ключи, то есть дадим доступ в квартиры. И рассрочка как раз-таки до сентября 25-го года. Я хочу понимать пространство, которое вокруг жилых домов находится, оно как будет реализовано? Где будет закрытая территория, где открытая? Концепция, безусловно, также будет разделена на две части, то есть с внешней стороны здания. Это будет открытая территория, так как у нас присутствуют коммерческие помещения, которым необходим будет доступ. Там же будет находиться гостевой паркинг на 63 машины места. Ну, он только под шлагбаумом, да? Он под шлагбаумом, да. Соответственно, ближайшие районы сюда припарковаться приехать не смогут. Что касательно внутренней территории двора, ее площадь порядка 8 тысяч квадратных метров, то есть это действительно большое пространство. И тематически оно будет разбито на массу частей, то есть будет присутствовать зона для йоги. Будут индивидуальные беседки, где можно будет с друзьями посидеть, провести время. В дальней части микрорайона будет даже зона барбекю. Под детскую территорию отдано практически 30% всего пространства. Они будут как под теневыми навесами, то есть это говорит о всесезонности использования. Если там небольшой дождь идет, тем не менее можно будет выйти на улицу и с ребенком провести время. Будет огромная песочная станция, то есть это не просто песочница, это действительно большое пространство, где дети могут как будто бы в карьерах чуть окунуться. И центром притяжения всего двора будет огромная крупногабаритная живая ель, зимой вокруг которой будут водить хороводы, и там же будет заливаться каток. Мы прогулялись и зашли с обратной стороны жилого комплекса в Эре, чтобы посмотреть, как выглядит его окружение. Здесь будет как раз заезд на паркинг. Здесь есть корпуса института, корпус общежития. И на удивление здесь как-то так тихо. Возможно из-за того, что здание здесь образует такой закрытый контур, но вот даже строительные дрели, которые я сейчас как бы слышу, как будто бы с глушителем. Это очень прикольно. Возможно, как раз окна, которые будут сюда выходить, будут самыми тихими. Это как раз сторона двора. Ну и вот соседей можно оценить вокруг. Я не устану в своих роликах рассказывать об обилии зеленых прогулочных зон на юго-западе. У жителей Вере Миклуха Маклая в пешей доступности будут Тропаревский лесопарк, Юго-западный лесопарк, парк Теплый Стан, парк Воронцовский. В принципе, до 50-летия октября можно доехать, либо дойти пешком, либо езды там действительно в пределах 10 минут на машине. Но юго-западный лесопарк, конечно же, самый близкий, потому что он практически начинается под вашими окнами. Мы были здесь, может быть, самые внимательные даже узнают эти тропинки. Мы вот буквально когда, по-моему, в августе приезжали сюда, и здесь было все зеленое и красивое, и цвело вовсю. А сейчас мы приезжаем и застали как раз здесь золотую осень. Площадь юго-западного лесопарка около 100 гектаров, и здесь можно прогуляться по благоустроенным дорожкам, тропинкам, соответственно, либо выйти на пробежку, например. И сейчас, чтобы добраться до ближайшего входа, нам пришлось обойти территорию Рудену. То есть это метров 700, наверное, минут 5-6 у нас заняло. Но уже со сдачей корпусов появится гораздо ближе вход. То есть буквально, мне кажется, метров 100 будет до ближайших корпусов. То есть вам нужно будет только выйти на Миклуха-Маклая и обойти одно здание, и там появится новый ближайший вход в юго-западный лесопарк. Инфраструктура жилого комплекса в Эре Миклуха-Маклай. Это, во-первых, коммерческие площади, конечно же, которые будут на первых этажах. И уже на сегодняшний день известно, что одно из коммерческих помещений будет принадлежать частному детскому саду на 40 детишек. Но и с муниципальными, конечно, в районе. Мне кажется, проблем нет никаких. И школы, и сады здесь есть рядом. Мы прогулялись по округе, рядом с соседними домами, как раз посмотреть, что будет в доступе. Понятно, что все виды супермаркетов, какие-то кафешки, магазины, аптеки, все есть. И нашли даже небольшую площадку на улице Академика Волгина, где есть паспорт объекта, тоже принадлежащий основе. Это уже не в рамках Верри Миклуха-Маклай, потому что нужно все-таки пройти какое-то время. Но основа здесь строит, насколько я понимаю, коммерческую площадь. Здесь будет супермаркет, может быть, какие-то офисные помещения, потому что довольно большое здание. Я точно знаю, что там должен появиться супермаркет. Ну что, время итогов для жилого комплекса Верри Миклуха-Маклай. И при первой мысли у меня о нем возникает только добрая улыбка, потому что в нем так много показателей, которые ищут люди при покупке квартиры, про которые нам пишут в обзорах на другие комплексы. Это комплекс, в котором действительно хочется жить, и который создан как будто бы не для продажи действительно квартир, не для заработка денег, а для жизни. Иногда такие показатели, про которые даже возникает вопрос, почему так здорово. Например, высота потолка 3,40 на жилом этаже. Правда, я не помню, в каком еще объекте последний раз мы видели, чтобы классический этаж был с потолками 3,40. 7 метров в лобби, 5,5 на последнем этаже. Есть террасы на втором этаже, есть террасы на последнем этаже. Огромные площади, красивое благоустройство. Застройщик, которому можно доверять. Юго-западное направление, в котором всегда и всем хотелось жить. Школы, детские сады поблизости. Лесопарк у вас прямо практически из подъезда вы вышли и в него зашли. Поэтому реально очень классное место, в котором хочется покупать квартиры для себя, для семьи. При этом у него есть такие сложности. Ты как будто бы должен пройти испытание и доказать, что ты хочешь купить квартиру в жилом комплексе Вэри. Потому что нужно оформить ИП, нужно заплатить 90 тысяч дополнительных, нужно отказаться от покупки в ипотеку, воспользоваться только рассрочкой. Как будто бы это все усложняет и могло бы вызвать возмущение. Да как так? Да зачем вы все это делаете и так далее? Но с другой стороны, как мы видим, это не мешает продавать квартиры и не мешает все это дело строить, потому что за 5 месяцев полностью практически возвели здание. За эти 5 месяцев продано большое количество квартир. И людей, которые сюда приезжают жить, правда не смущает ничего. Это для меня такое очередное доказательство, что если ты что-то хочешь, тебя не смущает. Даже если вот тебе нужно где-то переплатить и где-то пойти на уступку. При этом, мне кажется, в перспективе это на самом деле еще один классный показатель, потому что это уже формирует ваше комьюнити, ваших соседей. То есть минимизирует процент захода сюда инвесторов, которые просто купили, чтобы сдавать, чтобы перепродать подороже и так далее. Хотя локация, опять же, у метро, классное вообще расположение, и могли бы зайти сюда инвесторы, но мне кажется, что здесь их по минимуму. И вы уже сейчас знаете, что люди, которые здесь купили квартиру, это те, кто хотят здесь жить, и те, которые будут, скорее всего, довольны своей покупкой. И вы, может быть, один из них. Из нюансов, конечно же, важно помнить, что сейчас развивается еще транспортная инфраструктура, с появлением метро будут развиваться в том числе и ближайшие дороги. Но на сегодняшний день это уже известно. То есть вы, когда покупаете квартиру, вы точно будете знать, что под вашими окнами, куда у вас выходит вид там и так далее. И я не думаю, что здесь появятся какие-то подводные камни. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот проект. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и сделать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok